Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! Во славе Бреста я радующе всем! Дорогие дети, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, всех вас сердечно поздравляю с Рождеством Христовым. У нас замечательное сегодня событие. Патриаршая елка в Кремле. Она всегда наполнена радостью, светом, миром, покоем. Сюда приходят дети со своими родителями. Это все очень объединяет семью. Но объединяет не просто праздник и торжество, а в первую очередь объединяет благодать Божия. Сегодня второй день Рождества мы называем праздником семьи. Мы в этот день вспоминаем родственников Господа и Спасителя Иисуса Христа. Тех, кто был рядом с Ним. Обручника Иосифа, апостола Иакова, брата его, царя Давида. Тех, кто был связан с Ним родственными связями. Мы вспоминаем семью, близких людей. И сегодня у нас особый повод молиться за то, чтобы крепкими были наши семьи. Чтобы была любовь между родителями. Между родителями и детьми. Между старшими поколениями и последующими поколениями. Потому что без семьи не может созидаться человеческое общество. В семье дети получают первую прививку духовной жизни. Получают первые азы воспитания и образования. И как важно, чтобы семья стала местом, теплым, мирным, радостным, покойным. Заряжающим детей огромной энергией, которой им бы хватило на всю жизнь. Чтобы одно только воспоминание о детстве, о семье давало радостные чувства и силы. В том числе и преодолевать трудные обстоятельства жизни. Мы сегодня молимся о наших семьях. И я радуюсь, что именно в этот день, во второй день Рождества Христова, я встретился со всеми вами. А через вас, со всеми нашими семьями православными. С папами и мамами, бабушками и дедушками, детьми. Для меня сегодня огромная радость. Я вошел в этот зал и держал за руку девочку шести лет, Марину Трофимову из Владимирской области. Я узнал о том, что она смотрит телевизионные передачи, в том числе мои выступления, слушает проповеди. И очень хотела меня повидать. И я хотел ее повидать. И вот мы сегодня встретились на этой патриаршей елке. Дай Бог, чтобы на этой елке многие из вас встретились друг с другом. Подружились. А если даже это не произойдет, то вынесли из этой елки радостное состояние души. И все это происходит не потому только, что так здесь много красивых, замечательно одетых детей, которые прекрасно выступают. Не только потому, что переполнен этот многотысячный зал, но еще и потому, что с нами Господь сегодня. А от Него зависит наше счастье, наше благополучие. И если родители должны содействовать тому, чтобы дети получали основы веры, азы веры, то на детей тоже лежит огромная ответственность. Они должны молиться Господу о своих папах и мамах, о бабушках и дедушках. Потому что Господь так слышит молитву детей, как никого другого. Именно поэтому Он и сказал, не мешайте детям приходить ко Мне, потому что таковых есть Царствие Небесное. Помните это, дорогие дети. И пока вы еще не вошли в иной возраст, особенно крепко молитесь. Хотя и в будущем молиться также нужно. Я еще раз всех вас, мои дорогие, поздравляю с замечательным, великим праздником Рождества Христова, семейным праздником. Праздником, который дает нам возможность обновить нашу любовь друг к другу, укрепиться в верности друг к другу, взаимном уважении, в готовности вместе трудиться. В том числе для того, чтобы счастливым и благополучным стало наше молодое поколение. Пусть благословение родившегося в Вифлееме Христа Спасителя пребывает со всеми вами. С праздником Рождества Христова! С праздником Рождества Христова! Рождества Христова!